Говорит, вот мы сейчас привезли её, вот она согласна деньги взять. Я говорю, сколько деньги надо мне? 90 тысяч. Пенсионерка просит не называть её настоящее имя и не показывать лицо. Признаётся, всегда думала, что попасться на удочку мошенников – это не про неё. Но в последний день лета добровольно передала аферистам немалую сумму. Ей даже пришлось влезть в долги – занять 10 тысяч рублей у соседки. Таким образом, женщина хотела спасти от тюрьмы своего единственного внука. Тот якобы сбил человека. По словам потерпевшей, звонившие оказались тонкими психологами. Как произошло, я бы даже ничего не делала, так же бы поступила. Я ничего не понимала, меня сразу в поясницу ударило. Я сразу сообразила, что его там и забьют, его посадят. Он говорит, если девочка деньги ему не возьмёт, мы её уговорим. Если она деньги не возьмёт, значит, будет судебное разбирательство. Сейчас пенсионерке остаётся только надеяться на помощь полиции. Она уже написала заявление. Правоохранители завели уголовное дело и начали расследование. Этот случай далеко не первый. Мошенники действуют по уже отработанной схеме. Чаще всего номера телефонов, с которых они звонят, зарегистрированы в других регионах. Они прозванивают телефоны подряд, значит, когда у них получается, значит, совершить преступление, они на этом не успокаиваются, так сказать, продолжают обзванивать дальше. В день бывает по несколько потерпевших, которые передают денежные средства. 23 уголовных дела по факту мошенничества зарегистрировали полицейские только в этом году. Основной пик преступлений произошёл в летний период. Только в июле возбуждено 8 уголовных дел и 5 в августе. К сожалению, телефонное обзванное продолжается практически еженедельно. Чаще страдают пожилые. Психологи объясняют это тем, что в стрессовых ситуациях пенсионеры очень быстро теряют бдительность. Такой стресс вызывает выброс адреналина, норадреналина, а значит, нередко человек в таком состоянии адекватно в первое время вести себя не может. Он не может сосредоточиться, он не может собраться, он не может оценить, проанализировать ситуацию. И, конечно, пожилым людям это сделать гораздо труднее, чем всем остальным. Защитить мам и пап, бабушек и дедушек от мошенников могут попытаться родные. Буквально как детям нужно вновь и вновь повторять, как вести себя, если неизвестные пытаются обманом залезть к ним в карман. Объяснять, что во время беседы нужно задать вопрос личного характера, например, как зовут того, кто попал в беду. А после прервать разговор и попытаться созвониться со своими детьми или внуками. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.